Журналист и политолог Игорь Яковенко, вы все его прекрасно знаете. Игорь Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Федора. Вот мы с вами снова встретились и по очень, я бы сказала, просто кошмарному, совершенно трагическому поводу. Ну, скажите-ка вначале, вот что вообще вы думаете? Что вы думаете о смерти Алексея Навального? Ну, это не смерть, это убийство. Это планомерное убийство, которое растянуто было на несколько лет. Его начали убивать в 2020 году. Вот, убивали на протяжении нескольких лет. Он чудом выжил, его удалось спасти, но потом сейчас добили. 27 отправок в штрафной изолятор. Просто я, ну, я сам, как бы, что называется, не сидел, но я был членом комиссии по контролю за пенитенциарными учреждениями. И поездил по тюрьмам, по колониям. И примерно представляю себе, что такое ШИЗО. И хорошо знаю, что совершенно не случайно, совершенно не случайно то, что в ШИЗО разрешается отправлять только на 15 суток. На 15 суток, потому что условия содержания в ШИЗО, они исключают всякую возможность, так сказать, выдержать там дольше. Потому что в ШИЗО нельзя, ну, условия, плюс к этому я уж не говорю, а о том, что вот этот вот концлагерь самый адский, в который был отправлен Навальный, он вообще исключает возможность выживания для длительного. А Навальный там должен был быть до конца жизни. Вот конец этот настал сегодня. Вот. То есть просто условия содержания в ШИЗО, они такие, что там дольше 15 суток находиться нельзя. Потому что там нельзя с собой брать ничего своего, нельзя брать теплых вещей, нельзя, так сказать, брать продукты и так далее. Вот. И, но Навального с ним обращались таким образом. Вот он выходит из ШИЗО, на 15 суток его сажают, потом он выходит, и его сразу же, тут же ему говорят, а вот ты там неправильно поздоровался. Его отправляют снова, еще на 15 суток. 15 и 15, 30. Он выходит, его снова отправляют, еще на 15, 45. И это убийство, целенаправленное, абсолютно убийство. То есть его добивали. Не смогли отравить, вернее, отравить смогли, но он выжил, чудом выжил. Как говорят врачи, это было чудо. Чудом его удалось спасти. Вот. Его, сейчас его добили. Это убийство, целенаправленное. Навальный был личным, личным персональным врагом и личным узником Путина. Вот. Это произошло именно так, по прямому приказу Путина. Вот. Ну, тут я не буду говорить о том, как убивали по приказу Путина Немцова, как убивали по приказу Путина Политковского. То есть Путин, это заказчик, это не только человек, который сейчас, по чьей вине сейчас погибают сотни тысяч в Украине. Но это еще и заказчик персональных убийств. Так он мстит людям, которых он считает своими врагами. Поэтому вот это то, что произошло. Ну, а то, каким образом это отразится на... Мы сейчас уже видим реакцию, реакцию мирового сообщества и людей нормальных. Я думаю, что смерть Навального в конечном итоге дорого обойдется Путину. Потому что, ну, я не знаю, сейчас, по-моему, уже все какие-то нормальные люди понимают, что этот режим, во главе которого стоит убийца, не только убийца сотен тысяч людей в Украине и в Сирии, но и персональный заказчик убийств людей, конкретных людей, это, ну, действительно, это уже несовместимо с нормальным существованием цивилизации. Поэтому я думаю, что вот это преступление, оно еще довольно тяжелым грузом ляжет на репутацию вот этого фашистского режима. И, ну, хотя бы немножко, но ускорит его конец. А что произойдет, Игорь Александрович? Вот что предпримет Запад для того, чтобы ускорить его конец? И что он должен бы предпринять для того, чтобы это, наконец, произошло? Ну, что он должен предпринять, это известно. Вот сейчас идет Мюнхенская конференция. Вот, она выглядит как... Она, конечно, не похожа. Я сейчас не хочу говорить какие-то громкие, размашистые, разухавистые слова, типа того, что это Мюнхенская конференция, похожа на Мюнхенский сговор. Вот, потому что что такое Мюнхенская конференция сейчас? Вот по безопасности она сейчас вот как раз проходит. И, по сути дела, это сидит Запад на горах оружия, на огромном количестве самолетов F-16, на огромном количестве боеприпасов. И говорит о том, что вот Путин после Украины может, так сказать, пойти в Европу. И вот рассуждают, ковыряют в носу товарищи, наши коллеги, руководители стран европейских. И, значит, и в это время Украина сейчас истекает кровью. Потому что соотношение 1 к 5 выстрелы, вот в артиллерийской дуэли, отношение 1 к 5 в пользу России. А соотношение, так сказать, сил, которые сконцентрированы были до какого-то времени, то есть там соотношение 1 к 7. То есть, на самом деле, Украина обливается сейчас кровью. Украина, скорее всего, вынуждена будет либо пожертвовать людьми под Авдеевкой, либо сдать Авдеевку. Вот реальная просто ситуация, прямо сейчас. Но у меня такое ощущение, что уже ее сдадут через пару-тройку дней. Это уже решенный вопрос. Да, но это у всех такое ощущение. Просто я, вы знаете, я не очень люблю, так сказать, забегать вперед, потому что вот ту же самую Авдеевку, ее уже сдавали на протяжении длительного времени, поэтому я все-таки предпочитаю не говорить, так сказать, не хоронить раньше времени. Вот, понятно. Ну, так же, как, простите, но было понятно, что Немцова убивают. Это было ясно. Вот я не знаю, кому-то не было ясно, а вот мне, как человеку, который очень вблизи наблюдал то, что происходит в российских тюрьмах и в российских концлагерях, я понимал прекрасно, что его просто убивают. И выжить у Навального в условиях, когда его целенаправленно убивают, 27 штрафных изоляторов – это несовместимо с жизнью. Просто несовместимо. Потому что это, на самом деле, посчитать, это получается, ну, это много. Особенно в условиях вот этого заполярного концлагеря. Вот, поэтому я… Вот с Авдеевкой вот такая история, я думаю, я согласен с вами, скорее всего, ее сдадут. Это очень тяжелая история. И если Запад в ближайшее время не проснется, я не знаю, что… Ну, вот гибель Навального, мученическая гибель Навального, может быть, это еще один толчок вот этого сонного Запада, чтобы он проснулся. Потому что иногда, знаете, как устроена человеческая психика, когда погибают сотни тысяч людей? Это статистика. А когда гибнет один человек, известный, популярный, и, ну, хорошо известный, и такая вот личность, иногда это как раз бывает пробуждающим эффектом. Я надеюсь, хоть вот своей смертью Навальный хоть кого-то разбудит. Вот, ну, просто тех самых немцев, которые его хорошо знают, в гостях, у которых он был, его хорошо знают немцы. Может быть, их он… Это вот важная, мне кажется, история. Вот, а так, в целом, это мученик. Вот мы сейчас только что говорили у меня на канале с Андреем Борисовичем Зубовым, который человек, в отличие от меня, он человек воцерковленный. И это, безусловно, мученик. Это, в общем, ну, фактически человек, который своей мученической смертью заслуживает канонизации. Вот, это я как абсолютно неверующий человек могу сказать. Я думаю, что для РПЦ это… Ну, РПЦ-то вряд ли на такие вещи способны. Оно только всякую мразь канонизировать готово. Вот, но вообще, в принципе, для церкви это было бы полезно. Вот, потому что это действительно мученик самый настоящий. Человек, который пожертвовал своей жизнью ради… Ну, тем более он верующий, насколько я знаю, Навальный. Вот, ну, это ладно, это, так сказать, уже дело чужое для меня. А так, в целом, я думаю, что это огромная трагедия соболезнования семье, близким, детям, жене. Вот, ну, и в целом, еще раз говорю, то, что сейчас происходит, я же, Фаида, вы же знаете, я же еще присматриваю за всей этой медийной мразью, которая, так сказать, составляет основу медиапространства России. И что там льется, это вообще уму непостижимо. И земля стекловатая. И все это, так сказать, придумали ЦРУ, то есть убили ЦРУ там. Ну, то есть что там, там уже изгаляются и Красовский, и Симоньян, и прочее вот это вот, все это ползающее, ползающее, так сказать, хрюкающее и визжащая падаль, она вся сейчас просто, просто как с цепи сорвалась по поводу смерти Навального. Все очень хотят, и Соловьевский, и Соловьевский вот этот вот понос, они все хотят отметиться на этой смерти, все не могут промолчать, вот не упускают возможности промолчать. А как думаете, Путин себя сейчас чувствует? Мне кажется, он должен быть очень доволен, наверняка он воспарил, чувствует себя еще более могущественным, все у него, как говорится, спорится. И своего главного политического конкурента он тоже устранил. Вот как считаете, есть у него такой, крылья за спиной выросли у него от этого? Ну, это же можно посмотреть, вот прямо сейчас, есть же трансляция, прямо сейчас он только что встречался, как раз уже после известия об убийстве Навального, о том, как он убил Навального, прямо будем говорить. Сразу после этого он встречался там с какой-то молодежью, я успел посмотреть, веселый, радуется, анекдоты рассказывает, то есть у него все хорошо, настроение у него прекрасное. Тут, значит, у него есть такой летописец Колесников. Да, 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 из Коммерсанта. Да, 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 он там с ним ездил на Ладе, вот, он вообще с ним постоянно, так сказать, описывает подробно, как Путин там посмотрел, как встал, как он в туалет сходил, он такой летописец Путина постоянно. Вот, и он, значит, сказал Путину, доложили, Путин держится, сказал Колесников. Ну, мы помним, как у Путина в этом смысле удивительная способность, когда вот в какие-то такие моменты, когда происходит какая-то трагедия, причем трагедия по его вине, прямо откровенно по его вине, он всегда говорит какие-то вещи, которые обнажают его нутро. Ну, помните, значит, что случилось с вашей подводной лодкой? Она утонула. Это по поводу той самой подводной лодки, на которую он запретил принимать помощь, значит, западных подлодок, которые готовы были оказать помощь. И когда был просто запрет, и Путин отказался, во-первых, выходить из отпуска, ну, в общем-то, всю эту историю помнить. То есть на его совести что случилось? Она утонула. По поводу убийства Анны Политковской. Помните его слова? Анна Политковская, которая была убита непосредственно по его безусловному приказу. Значит, она своими публикациями наносила меньше вреда, чем своей смертью. Надо же было так подобрать слова, да? По поводу убийства Немцова тоже, так сказать, что это вот, значит, это кровавая, это, как он сказал, кровавая жертва. Ну, в общем, как бы обвинив тем самым, значит, соратников Немцова в убийстве Немцова. То есть на самом деле он каждый раз, ну, подождем, что он скажет по этому поводу. Вот. А я думаю, что тоже что-нибудь в таком же духе. Так что у Путина все хорошо, это понятно. То есть это человек, у которого врожденная ампутация совести и, так сказать, полностью отсутствует такой механизм, как стыд, просто изначально. Он прекрасно себя чувствует, но это хорошо. А он этим убийством не посылает сигнал, что у него вот, ну, понятно, что он и до этого себя абсолютно особо ни в чем не сдерживал, как говорится, не сдерживайте себя, вот он себя не сдерживал. Руки у него были давно развязаны уже. Но он не подает сигнал, что, ну, вот теперь вообще для него нет никаких абсолютно барьеров, преград. Он и Навального убил, и кого угодно убьет. А главное, что ему абсолютно плевать, что о нем думают западные страны. Что по этому поводу думает мир. Да, это совершенно очевидно. У него в этом смысле, так сказать, никогда не было, ну, вернее, в последнее время точно не было ограничений. Но особенно после начала вот этой полномасштабной войны в центре Европы, понятно, что никаких уже ограничений у него нет. И для него, так сказать, понимаете, тут как, вот это же убийство, оно было, скорее всего, все-таки я не думаю, что это было там, я не знаю, заточка в бок, или, так сказать, какая-то конкретная смертельная операция, это было запланированное такое вот затяжное убийство, когда просто человека постоянно медленно убивают отправкой в СИЗО. И мы видели, что, да, действительно, со здоровьем, ну, тут есть разные версии, показывали видео чуть ли не вчерашнее из зала сюда, когда Навальный еще держался, но это же ситуация такая, что ресурсы организма постепенно подтачиваются, и в какой-то момент они просто исчезают. Это происходит внезапно. Так что здесь, ну, я думаю, что я точно не буду изображать из себя медика и говорить о том, что я точно знаю, что с ним произошло. Но в любом случае очевидно, что 47-летний, молодой, здоровый, спортивный мужчина, а Навальный был именно таким, молодой, здоровый, 47 лет для сегодняшнего, по сегодняшнему времени, это вообще юноша, на самом деле, по сегодняшним меркам, если человек не пьет, не курит и занимается и поддерживает свое здоровье. А Навальный был именно таким. И совершенно очевидно, что это человек в расцвете сил своих физических. И понятно, что смерть в 47 лет – это убийство, это очевидно совершенно. Вот, поэтому, ну, это убийство, скорее всего, было продолжено. То есть нельзя сказать, что вот оно было сзади. Я не думаю, что это было какое-то одномоментное покушение. Скорее всего, все-таки это было такое постепенное. То есть человека просто уморили. Вот так, таким архаичным словом я это назову. Это было целенаправленно и расчетливо. Угрожает ли что-либо другим российским оппозиционерам, которые сейчас сидят в тюрьме? Я, ну, конечно, в первую очередь имею в виду такие выпуклые фигуры, как Владимир Карамурза и Яяшин. Ну, конечно, Карамурза, человек, который тоже подвергся отравлению и который сидит сейчас фактически на пожизненное, конечно, он следующий. Конечно. И сейчас вопрос такой. Либо его все-таки Запад предпринят какие-то усилия для того, чтобы его обменять. Потому что Карамурза – это точная копия Навального в том смысле, что он является личным узником. Это личный враг. Личный враг Путина по понятным причинам, потому что он автор и, так сказать, очень серьезный, так сказать, организатор списка Магнитского. То есть он, благодаря своей известностью, популярностью, своим связям с западной, прежде всего, американской элитой, да и европейской тоже, он решающий вклад ввел, внес в это санкционные списки. Поэтому он пользовался такой ненавистью, лютой ненавистью со стороны всей этой путинской банды и Путина лично. Так что, конечно, Карамурза – это следующая жертва. И если Запад не сможет какие-то меры предпринять для того, чтобы его все-таки обменять, то я думаю, что это будет в ближайшее время очередной. А почему Россия, допустим, не оставила Навального в живых, опять-таки, для какого-нибудь обмена? Она же могла его обменять? А нет равноценных фигур. Ну, конечно, ну, понимаете, сейчас что говорит Путин, когда, значит, Такер Карлсон сказал об этом американском журналисте? Он сказал, ну, вот у нас есть тот один бандит, который убил, значит, совершил убийство. Да, да. Значит, вот этот убийца, вот давайте его обменяем. Ну, слушайте, кому он нужен, этот убийца? То есть он, это настолько, то есть это очевидно, что обменный фонд на Западе, он очень слабенький. Он очень, вот был Бут, это была фигура очень нужная, потому что Бут, ну, понятно, что он что-то сказал, так сказать, американцам, но, скорее всего, сказал не все. И, кроме всего прочего, значит, Бут сам по себе был действительно фигурой, на которой много чего было завязано, потому что это был крупнейший организатор торговли оружием, тем более с обеспечением практически всех террористических структур в мире. Структуры Бута организовывали снабжение оружием, поэтому это была фигура действительно масштабная. Это был преступник большого масштаба, и, конечно, для, так сказать, для путинского режима он был очень важен, поэтому его так старательно вытаскивали. Ну, а там больше, ну, вот, даже если судить по тому человеку, за которого Путин вроде как похлопотал, ну, это фигура микроскопическая. Поэтому я думаю, что нет, у Запада нет сейчас обменного фонда равноценного человеческого, извините за цинизм, равноценного там, ну, уж и Навальному, и Карамурзе. Ну, если помните, аналоги обменяли хулигана на Луиса Карвалана, да, значит, речь идет о Буковском. Буковский был фигурой масштабной, ну, и Луис Карвалан был тоже фигурой достаточно масштабной, такая ключевая для Путина. Все-таки в то время еще были, были, как бы, так сказать, ценности Коминтерна, такие остаточные, и это была, была такая существенная фигура. Хотя, в общем, практически ценности он не представлял, но, тем не менее, это знаковая фигура, что коммунисты своих не бросают. Вот, а сейчас нет, сейчас ничего похожего, близко даже нет. Ну, и потом, наверное, мне кажется, для Путина, наверное, вообще невыносима сама мысль о том, что Навальный может быть жив. Вот если его поменяют, допустим, он уедет куда-то на Запад, он же там будет жить, а еще наверняка будет продолжать свою деятельность оппозиционную. Ему это вообще не надо. И вот, наверное, вот эта вот просто сама мысль приводит в такое бешенство. Он просто не мог допустить этого, чтобы Навальный жил хоть где-то, пусть даже далеко, пусть даже за океаном. Ну, вы абсолютно правы. Я думаю, те же самые чувства Путин испытывает и по отношению к Владимиру Кармурзе. Поэтому тут тоже очень тяжелые предчувствия, и поэтому я даже не знаю. Тут как бы единственная вот надежда на то, что что-то, что они даже вот эти вот те, кто остались, Кармурза, Яшин, Горинов, там, те люди, которые вот сейчас, их несколько сотен, тех людей, которые находятся на больших сроках, и которым угрожает такая же судьба, как Навальному. Я думаю, что у них сейчас надежда только на вот то, что благодаря каким-то успехам ВСУ, которые пока не просматриваются, там, произойдет какая-то детонация режима, и с режимом что-то случится с путинским. Но пока это все выглядит вот сейчас, на сегодняшний момент, на 16 февраля 2024 года, это выглядит как некоторая утопия. Поэтому ситуация по отношению к этим людям, которые по-прежнему находятся во власти Путина, она чрезвычайно-чрезвычайно тяжелая. Ну вот примерно так же, как... Ну, собственно говоря, вообще, мы с вами в Ряда сейчас как-то встречаемся и разговариваем в очень тяжелый момент, поэтому пытаться здесь создавать какой-то дежурный оптимизм. Хотя, конечно, я понимаю, что мы общаемся не только друг с другом с вами, но и с аудиторией. И, конечно, какой-то оптимизм надо бы, но у меня, честно говоря, нет для этого основания, а врать очень не хочется. Как себя должна сейчас вести российская оппозиция, которая, по сути, обезглавлена? Ведь Навальный, несмотря даже на то, что он за решеткой находился, он все равно был ее лидером. Негласным, но лидером. Главным российским оппозиционером. Вот сейчас что должны делать? Каспар, Ходорковский, ФБК, все остальные. Это правда. Вы понимаете, у меня ясное представление о том, что надо делать. Но, к сожалению, у нас на следующей неделе будет форум «Свободная Россия», очередное заседание, очередные два дня различные разговоры, конференции и так далее. Судя по всему, мне предложено тоже выступать. Я могу сказать только одно, что на сегодняшний момент надо четко ответить на два вопроса. Кто на сегодняшний момент является оппозицией путинскому режиму? Для меня ответом на этот вопрос являются простые три буквы. ВСУ. Вот единственная оппозиция путинскому режиму – это вооруженные силы Украины. Вот единственное, что сегодня сейчас угрожает путинскому режиму. А внутри вооруженных сил Украины есть добровольческие подразделения из российских патриотов, которые, рискуя своей жизнью каждую минуту, каждый день, воюют на стороне Украины. И которые единственные, потому что ВСУ не собирается освобождать Россию от путинизма. А они собираются. И вот если приложить все силы для того, чтобы создать русскую добровольческую армию, ну имеется в виду российскую, конечно. Потому что там есть и сибирский батальон, там и якуты воюют, и башкиры воюют и так далее. То есть если создать вот такую вот русскую добровольческую, российскую добровольческую армию, которая готова освобождать с оружием в руках Россию, то тогда вот в эту сторону можно двигаться. Это ускорение гибели путинского режима. Да, пока это фантастика, да, пока это вот, но в этом направлении надо работать. Потому что все остальное это полная ерунда. Вот полная ерунда. Там разговоры, я слышу много разговоров о том, что, а вот надо создать какое-то большое СМИ, которое будет вещать на Россию, и всех россиян переубедит. Ну, слушайте, это вот из области детского сада, потому что, а кто мешает? Кто сейчас мешает? Ну, вот мы сейчас говорим на русском языке. Нас сейчас слушает какое-то количество людей из России. Кто мешает, так сказать, нам, ну, что называется, что еще надо? Для того, какие санкции там, какие действия нам нужны для того, чтобы работать лучше, больше и, так сказать, достукиваться до аудитории? Никто, ничего. Ну, просто есть ограничения. Ограничения понятные, потому что люди привыкли смотреть телевизор. Вот и все. А нас в российский телевизор не пускают. То есть это такое направление тупиковое. То есть направление правильное, информационное сопротивление нужно, но с его помощью не свернешь путинский режим. То же самое, какие-то другие направления, там, участие в выборах, ну, тоже бесполезное, бессмысленное занятие, даже скорее вредное. Вот, поэтому для меня вот что нужно делать? Вот нужно помогать ВСУ, в частности, отдельно поддерживать те структуры, которые реально сейчас тех русских добровольцев, российских добровольцев, чеченских добровольцев, башкирских, якутских добровольцев, которые сейчас воюют против оккупационной армии. Ослаблять Россию таким образом, ослаблять силовые структуры, включать механизмы, так сказать, центробежные механизмы внутри России, которые приведут в конечном итоге к распаду России. Потому что распад Российской империи – это единственный способ, вот что нужно было сделать для того, чтобы освободить Навального. Должна была распасться Российская империя. К сожалению, не получилось. И только распад Российской империи может освободить вот этих вот всех узников, вот тех, которые сейчас томятся. И спасти в конечном итоге того же самого Володя Кормурза, Горинова и других, Илью Яшин и прочих узников путинского режима. Спасибо большое, Игорь Александрович. Спасибо. Очень жаль, что у нас такой с вами печальный повод для встречи. Ну что поделать. Я напоминаю, что гостем нашего эфира в эти полчаса был мой коллега-журналист Игорь Яковенко. Спасибо.